Как только столбик термометра опускается ниже нуля градусов, в городе начинается время гололедных и холодовых травм. Люди падают, приохлаждаются и обмораживаются. И причиной тому не только погода, но и нарушение жизнеутверждающих принципов техники безопасности трезвого образа жизни. Сегодня в ожоговом отделении Брестской областной клинической больницы с диагнозом обморожения проходит лечение четыре пациента, которые из-за ведения социального образа жизни, употребления горячительных напитков так и не поняли, что их конечности замерзают, как итог у одного ампутации, а другой и вовсе в реанимации. На данный момент у нас в ожоговом отделении находится на лечении четыре пациента и одна пациентка в отделении реанимации. Все поражения третьей и четвертой степени. Есть участки первой и второй степени, которые самостоятельно могут зажить, но госпитализированы и лечатся они в связи с наличием глубокого поражения, то есть третьей и четвертой степени. На данный момент у нас в отделении находятся пациенты с поражением, один пациент с поражением стоп, пальцев стоп и пальцев обеих кистей, и еще три пациента с поражением дистальных отделов, то есть пальцев обеих стоп. Среди тех, кто халатно отнесся к своему здоровью, брещанин Александр. Выпивая на Рождество, мужчина не рассчитал количество выпитого горячительного напитка, едя домой от друга, упал и уснул на улице. Итог – обморожение обеих кистей, рук и ноги. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить конечности мужчины. С соседом праздновали Рождество Христово, но видно больше праздновали, чем надо. Он-то дома остался, а мне через дорогу переходить домой. Шел домой, упал в сугроб, но видно до такой степени пьяный был, что заснул. Как сейчас себя чувствуете? Сейчас более-менее. Очень хорошо лечит и все ощущается. Более-менее восстановили. Если Александру посчастливилось и его конечности удалось сохранить, то Виталию ампутировали фаланги пальцев на ногах. И снова виной халатность к своему здоровью. Мороз и горячительные напитки. Как вы узнали, что вас обморожает? Ноги почернели. И вас вот это вот смутило, что они почернели, но вы их чувствовали? Чувствовал. Ну ходил, ну как чувствовал. Такое ощущение, типа как не чувствуешь, что-то есть. Зимой туда. Лучше не употреблять. Кисти рук, стопы, кончик носа, уши и щеки. Пострадать при морозе может любой незащищенный участок тела. Обморожению способствует минусовая температура, холодный ветер, тесная обувь и мукрая одежда. Как распознать угрозу и что необходимо делать в первую очередь? Если получил отморожение, то первая помощь будет самое, что необходимо выполнить в первом порядке – это согревание. В результате воздействия низких температур часть тканей может погибнуть, а часть тканей находится в таком состоянии сна, если можно так выразиться. То есть в результате отогревания часть этих тканей может прийти в нормальное состояние. Если же это не выполнить, то понятное дело, что все закончится гибелью ткани. Поэтому первая помощь заключается в том, чтобы, если человек получил отморожение, снять обувь, пытаться укутать часть тела, которое пострадало и ждать воздействия холода – это ватномарливые повязки, согревание. Конечно, согревание не должно быть агрессивным, нельзя прикладывать высокотемпературные агенты, которые могут вызвать вторичные повреждения. Это самое простое – это теплое питье, допустим. Незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. Ну и дальше мы здесь будем оказывать квалифицированную помощь. Еще одним важным зимним правилом является взаимное внимание и помощь. Если вы видите на улице в мороз человека, которому плохо, не проходите мимо. Неважно, по какой причине это произошло. Потратив несколько минут на то, чтобы вызвать скорую помощь, вы можете помочь спасти кому-то не только здоровье, но и жизнь. Продолжение следует...